На этого места встречи вот все персонажи, которых мы сегодня обсуждали, вот эти вот яркие, скандальные, но с точки зрения большинства, наверное, наносящие вред государству. Вот как государство с ними должно взаимодействовать? Кнутом или пряником? Елена Юрьевна. Ну, основа любопедагогики за хороший пряник, за плохой кнут. Здесь речь идёт, наверное, всё-таки о несогласных, а всё-таки о предателях, конечно же, кнуту. Нам ещё святые завещали, что прощай врагов своих и бей врагов отечества. Значит, бить кнутом. Так, Марина Камановна. Ну, конечно же, Романа Абрамовича стоит хотя бы пожалеть, а что касается творческих людей, то попу дуть, носить на ручках, завоёвывать, всегда держать творческих людей действительно талантливых на своей стороне, а не распугивать всех изобретительными законами. Так, и Антон Валерьевич. Ну, конечно же, с несогласными бороться не нужно, это глупость. Несогласные – это неотъемлемая часть любого общества, и нашего в том числе. Это нормально и хорошо. Бороться нужно и требовать соблюдения законодательства. Вот и всё. Это две разные вещи. Вмешать всё это в кучу ни в коем случае не надо. Вот это ощущение, что с артистом борется государство, что он весь такой себя несогласный, диссидентный вообще противостоит. Мне кажется, что это как раз создаёт артисту ненужный нам сейчас. Орёл какой-то вокруг него нехороший. Поэтому, если не бороться, мы значительную часть этого орёла съедим. Да мы просто сейчас вообще не про артистов говорим. В большей степени у нас это какая-то новая история, которой раньше не было. Вот все вот эти блогеры, как вы говорите, им флюенс. Они всё равно артисты, так или иначе? Ну ладно, хорошо, пусть все будут артисты. Я, поскольку мы поменяли сценарий, выкинули тут целый кусок, к которому я заранее готовился, я тогда вот к чему хочу прицепиться. К советам дать детям перебеситься. Вот, и позвольте, я это всё проиллюстрирую историей сокровищницы чёрного юмора. Значит, предупреждаю, юмор прям чёрный-чёрный. Но я такое люблю, извините. В общем, история такая. У один мужчины, у него, когда отец стал совсем старым и больным, он взял и отвёз его в дом престарелых. Возвращается домой, а сын его маленький говорит, папа, а какой адрес у этого дома престарелых? Он говорит, а ты что, хочешь дедушку навещать? Говорит, нет, я хочу знать, куда тебя отвезти, когда ты станешь старым. И вот от услышанного у мужчины прям слёзы навернулись на глазах. Он долго-долго думал, потом взял своего ребёнка за руку и отвёз его в детский дом. Это было место встречи, которое изменить нельзя. 14.00, будни, эфир НТВ. Всего вам доброго, до свидания.